Выбор профессии – это одно из самых важных решений, которые человек принимает в жизни. С этим связана дальнейшая его судьба, его круг, общение, его достижение, его самореализация в жизни. После приветственных слов министр экономического развития при Ангаре Руслан Ким отправляется осматривать выставку. Одним из первых его заинтересовал павильон Китайского университета. Через два года обучения, если успешно сдается экзамен на знание китайского языка, может уже студент выбрать более узкую специальность из этих шестьдесят шести. Цельсканский университет находится в городе Цельскара, провинции Хронзиан, который рядом находится с Россией. Очень близко. Можно на международном поезде Бегин-Москва доехать до нашего города. Сегодня на выставке каждый вуз получил возможность выйти на сцену и продемонстрировать свои возможности и достижения абитуриентам. Добрый день всем. Факультет журналистики БГУЭП приветствует вас. Чтобы рассказать о преимуществах своего факультета, на выставку пришли и студенты. Я сама учусь на факультете журналистики БГУЭП. Я считаю, этот факультет очень перспективный. Мы изучаем не только гуманитарные науки, но и экономические. У нас открывается новое направление – международная журналистика. Специальность международная журналистика открылась не случайно. По словам декана факультета журналистики БГУЭП, университет расширяет сотрудничество с соседними странами, особенно на Востоке. Япония, Китай, Корея и Монголия заинтересованы в квалифицированных кадрах, знающих русский, английский и один из восточных языков. Студенты-журналисты, обучаясь БГУЭП, будут посещать эти страны, а после получения диплома смогут устроиться там на работу. Это возможность стажировок в эти страны, а в дальнейшем возможность работать в этих странах. Работать в этих странах, либо работать здесь у нас представителями тех или иных информационных агентств восточных стран. В презентации новой специальности приняли участие и сами представители восточных стран. В рамках выставки «Выбери профессию» состоятся тренинги для школьников и молодежи, а служба занятости населения проведет психодиагностическое тестирование по выбору специальности. Также специалисты помогут грамотно составить резюме. Мария Князева, Константин Синицын. Новости СЕЙЧАС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова